Это филиал Охтинского центра эстетического воспитания. Это музыкальная школа для слепых, но мы ее так называем. Это такое ее рабочее название, так бы неофициальное. В 1991 году открыли этот филиал. У нас почти 90 человек детей учатся играть на фортепиано, аккордеоне, баяне, доме, поют. У слепых, у абсолютно слепых детей нотная, грамота есть по системе Брайли. Вот, например, сегодня на концерте вы слышали вместе с Коземковой Сашей, Абраменко, Ваню. Кто он пришел? У него, кроме зрения, почти его нет, но еще у него детский терапараличный переезд. Сейчас он выглядит, ходит как-то ровно, он сидит, у него пальцы как-то бегают, играет. Он пришел, у него вся левая рука, ее практически не было, она вся была, пальцы все сжаты как один. Он не сидеть-то не мог ровно, я его все время держала. И мы играли сначала только правой рукой, и левой, я думала, вообще не сможем играть. У него где-то через три года занятия стали разжиматься пальцы. Вот мальчик, шизофреник вот этот, на аккордеоне, у него шизофрения, причем он же не может такую школу учиться. А у нас он закончил с пятерками. Таких детей у меня ни в коем случае не отталкиваем никого. Не было ни одного случая, чтобы такой ребенок как-то чему-то не мог научиться и действительно как-то прилично что-то делать. Здоровые дети, это немножко другая история. Они свободны, и они, может быть, не так нуждаются в общении, в духовном, даже в душевном. И это не потому, что я хочу сказать, что это мы как-то на них леем. Потому что вот то, чем они занимаются, занятия музыкой, они становятся остроумными, тонкими, даже какими-то красивыми. Они становятся другими, интересными. Вот это и есть социализация, потому что востребованность, может быть, даже у них много друзей среди дороги появляется. И так все радужно, конечно, у них. У них все очень тяжело складывается. Что дети эти будут делать дальше? На Западе государство выдает вот этого собаку-мудрение. Вот она, поддержка государства. Если он закончит, хорошо, государство берет на себя вот это трудоустройство, его пристраивают. То, что я знаю по свидетельствам своих выпускников, они как-то не учат. Вот у нас вот сегодня Катя Фаустова, она в этом году, в ноябре учебного года, это у него второе место. Она же уникальный вообще такой человек, потому что она, конечно, она еще маленькая, ей 10 лет. Но она уже у нас лауреат. Здоровые дети были вместе с детьми, с ограниченными возможностями. Их может быть на все вот эти 87 человек, их может быть 10 человек. Невероятная польза для них, потому что они прикоснулись к кому-то, кто нуждается. Какая-нибудь у тебя мечта наверняка есть? Какая-нибудь у тебя мечта? Ой. Мечта есть, но она с классической музыкой не связана. Ну а какая? С эстрадной. Ну вот сначала я... Вообще вот такая вот мечта, которую реализовать невозможно практически. Хочу спеть дуэт с своим любимым композитором Игорем Николаевым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok